Бокер Тов. Один из важных вопросов, который каждый из нас должен задавать. А вижу ли я всю картину целиком? Давайте поясним, почему этот вопрос так важен в рамках нашей недельной главы Беху Катай. Сейчас мы еще находимся в периоде сферата Омара. Потихоньку приближаемся к Шевоту. Говорят наши мудрецы, что одна из задач Малека — это раздробить. С тактической точки зрения можно понять. То есть, когда есть что-то единое, и ты это дробишь, то эти отдельные части, которые хотят думать, что они автономные, они на самом деле начинают представлять собой очень слабые звенья. Когда эти части объединяются и вроде бы теряют свою автономность, но на самом деле наоборот. Объединение частей приводит к тому, что появляется сила, сила общности. Достаточно известный принцип. Известно, что гематрия сафек и гематрия Малек, она одна и та же. И известно, что одним из самых... Сафек — это сомнение, да? Один из самых лучших партнеров сомнения, который в тот или иной момент появляется, — это страх. То есть, сомнения и страхи — это два друга таких, которые ходят за ручку. Теперь, одна из самых главных проблем нашего поколения, и особенно это последние 30 лет, заметно, — это информационная перегруженность. Причем эта информационная перегруженность происходит по воле человека. То есть, нас никто не заставляет читать много новостей, нас никто не заставляет их постоянно обсуждать, бояться и так далее. То есть, мы делаем это как-то по своему вещеванию. Когда человек информационно перезагружен, и есть еще такое понятие, как качество информации, то есть, мы должны понимать, что то качество информации, которое мы воспринимаем, оно, как правило, если мы говорим про уличную информацию, то есть, то, что не относится к торе, это не серьезная информация, да, это информация оперативная, там, что, где произошло, как, почему, кто что думает и тому подобное, то эта информация, она низкого порядка, потому что каждый день она новая. Так вот, увидеть картину целиком — это понять, а кто стоит за этими процессами. То есть, если мы будем понимать, что за каждым процессом, кто что сделал, куда пошел, стоит Всевышний, и, конечно же, он не заставляет творить зло, но так или иначе, если человек, правитель генерирует какой-то злой процесс, то в любом случае, как бы не… То есть, процесс деструктивный, да, разрушительный. То есть, как бы это все в купе в совокупности не казалось нам страшным или ужасным, оно все идет к единой цели. Но вот увидеть эту единую цель зачастую нам не хватает уже сил, потому что мы начинаем смотреть все больше и больше на поверхность, нам все больше и больше нужно информационных частиц все более короткого масштаба, а вот глубина, она уже не так нас манит, да. Ну, какая может быть глубина в сводке новостей, да. То есть, ну, давайте будем серьезны. Теперь, почему этот вопрос критически важен? Прежде всего, в первую очередь он важен, потому что мы должны понимать, на что мы тратим свое время. Самое ценное, что у нас есть, наша душа, наш разум, этот разум, он заполняется единицами информации. Эта информация может приводить к душе, то есть, к святости. Эта информация может не приводить. Дальше я не буду объяснять, то есть, как бы за скобками все понятно. Если перевешивает второе, то до первого не остается места. А если так, то у нас пропадает способность видеть картину целиком, интегрально. То есть, видеть во всем руку Всевышнего и с иммуной, с верой делать свое дело, которое нам заповедано, да. То есть, нам что заповедано? Нам не заповедано жить постоянно в страхах и с новостями, нам заповедано генерировать свет, да. Это митцвод, сечение доброго, добрые дела, и это нам известно. Интересную вещь по этому поводу говорит Хазон Иш. Очень красивую, кстати. Он говорит, что когда человек удостаивается, удостаивается, заха на иврите, да, узреть истинность бытия Всевышнего, то есть, давайте позволим себе в нашем контексте не добавить к Хазон Ишу, да, а все-таки применить к нашей ситуации, да. То есть, когда человек делает усилия и очищает свой разум для того, чтобы видеть картину целиком, истинность бытия Всевышнего, то есть, это когда ты видишь картину целиком, то у тебя не возникает сомнения и не остается места для страхов. То будь он благословен. То есть, я цитирую дальше, да, Всевышнего, будь он благословен. Его охватывает ощущение безграничной радости и счастья. Ни много, ни мало. Посмотрите, что говорит наш учитель. Безграничной радости и счастья. И душа его полна светом, и воображение примиряется с разумом, чтобы созерцать вместе с ним сияние света его. То есть, то, что на английском называется in the best scenario, да, то есть, в лучшем сценарии наше воображение нам не враг. Это мы его уже сделали врагом, потому что питаем его страхами. А воображение, на самом деле, в наилучшем сценарии, в наилучшей версии, оно в примирении с разумом должно наслаждаться торой. Оно должно наслаждаться близости к Всевышнему. И уже когда, как результат, все удовольствия плоти исчезают, как тень, и душа, утонченная и возвышенная, окутывается святостью. Она будто отделяется от этого грубого тела и парит в просторах небес. То есть, мы здесь видим идеальную картину, к которой каждый из нас должен идти. Придет, не придет, это уже другой вопрос, да, но должен идти к этой картине. Того, что воображение, оно должно следовать за разумом, который наполняется информацией полезной с точки зрения цели твоего творения, зачем ты создан. И, конечно же, наша задача, у нас вряд ли есть много времени, как обычно, да, это бывает, чтобы мы 12 часов занимались торой, 2 часа работали, и там какое-то время уделялись иметам и так далее. То есть, мы живем в гонке. Так вот, каждый в силе эту гонку подстроить все-таки, неважно, какой объем работы и какое вообще внутреннее состояние человека, подстроить ту цель, для которой человек создан. А это притягивание света в этот мир, это изучение торы. И тогда Всевышний, видя желание человека эту гонку не остановить, я не говорю слово «остановить», а подчинить божественной цели, он для этого конкретного человека в соответствии с его шорошной шама, его духовным корнем, он находит тот алгоритм, тот фреймворк, да, для человека, для еврея, который ему наиболее подходит. Если это удачный бизнесмен, то бизнес будет расширяться. Если это еще к тому же имеет человек возможность преподавания торы, то он сможет еще и преподавать. Давайте вспомним Рамбама, давайте вспомним Аврама Данцига, который был коммерсантом и разъезжал, и занимался бизнесом, и написал великий труд. То есть все в наших руках. Но давайте главное не забывать, о чем мы говорили. Если мы упускаем и начинаем сжиматься внутри, это значит, что картина целиком у нас исчезает. И давайте тот, кто в нашей жизни дробит эту возможность видеть всю картину целиком. Шлемут на еврите. Опять же слово шалом, да? Давайте удалять эти элементы, дробилки, которые так мешают. У каждого они свои, в той или иной пропорции. Здесь уже отдельная тема, как это делать и что. Но идентификация их, это есть наша прямая обязанность. Продолжение следует...